Рассмотрим критериальное оценивание для активности типа задания. Для примера я активность представления доклада. Мы предлагаем делать студентам доклад, потому что, исходя из таксономии Бума, то, что они преподают другим, а доклад это некое донесение у своей информации до других, и преподавание ее более сильно влияет на их понимание темы, лучше укладывается в голове и лучше осознается. Итак, вот у нас доклад. Ну, вначале, как делается доклад у нас? Описание. Те минуты на доклад. Как оформляется. Дублирующие не принимаются. Критериальные оценки доклада. Вот критерии у нас, по которым делается оценка, и формализованные критерии в таком виде. Вот, собственно, на базе этих формализованных критериев мы будем делать оценку доклада. Давайте отберем пока. И как делаются темы доклада? Мы создаем опрос. В режим редактирования я включил. Опрос, и студенты выбирают тебе доклад. Ну, вот так вот это выглядит. Список. Как опрос выглядит. Давайте редактировать настройки. Отображаем вертикально. Вертикально пролистывать удобнее, чем горизонтально. Разрешаем изменить выбор. Кто-то передумает. Если мы это делаем к каждой лекции, например, доклады, то, естественно, скажем, в субботу или воскресенье на неделе перед лекцией прием ответов прекращается. То есть мы ограничиваем. Показываем доступные варианты. И ограничиваем число выборов для каждого. То есть только один человек может выбрать этот доклад. Вот мы можем включить ограничения. То есть включить до какого числа будет приниматься доклад. Результаты всегда показываем студентам. Чтобы студенты видели, кто еще не взял, кто взял тему, кто взял тему, какую тему кто взял. Ну и можно для удобства сделать колонку «Еще не ответили», кто не брал тему. Значит, это у нас ограничение на модуль. Тут мы идентификатор модуля можем добавить для того, чтобы удобнее было видеть его в оценке. Это очень удобно, если мы сами делаем формулу оценки. Если мы не делаем формулу оценки, то в принципе это без большой важности. Доступ не ограничиваем. Отображаем элементы курса. Если пользователь сделал выбор. Теги мы не делаем, компетенции не выбираем пока. Значит, вот тут отображается, когда пользователь сделал выбор. У нас тут блок. Он прогресс завершения курса показывает. Некое удобство для пользователя и удобство для преподавателя. Он может сделать обзор студентов. Это у преподавателя, доступного пользователя нет. И по нему увидеть, кто какие задания выполнил. и представление доклада. Мы это трогать не будем. Добавим новый ресурс представления доклада. Значит, для этого добавляем элемент курса. Задание. Вот задание. Представление. Доклада. Тут можно какую-то информацию добавить. Тут можно ограничить доступ. Зададим, до какого числа можно представить доклад. Ответы идут в виде файла. Ну и в виде текста можно как комментарий. Типы файла. Я бы ограничился файлами и по PDF. Почему? Типа PDF. Я сейчас объясню. Дело в том, что при оценке у нас там есть просмотреть все ответы и оценить ответы. В модуле. Когда оцениваем ответ, у нас достаточно удобный интерфейс. слева показывается собственно ответ, а справа вот наши графы оценивания. Ответ очень хорошо показывается из PDF-файла. Из файлов офиса нужно там преобразовать файл офиса в PDF, чтобы показать. для этого нужны ресурсы сервера. А раньше сервер туиса, на котором мы работаем, более-менее это делал, а сейчас у меня создало впечатление, что ресурсы у него пообрезали и он просто падает при преобразовании и не преобразовывает. То есть нужно скачивать файл, открывать у себя, смотреть, в то время как в PDF-виде просто можно листать. Так что пусть они выкладывают и отчет, и презентацию в виде PDF. Типы отзывов. Ну, мы можем вот плюс PDF-а, то, что там есть средства аннотации PDF-а, можно подписать, что-то подчеркнуть. Если у вас есть планшет типа вакуума, то вы можете даже писать там, мышкой не так удобно писать. Отзыв в виде комментария можно сделать. Параметры ответа нажатия кнопки отправить не надо, потому что студентов это смущает, они просто не нажимают эту кнопку. новые попытки можно вручную сделать, чтобы вот преподаватель может разрешить повторно выложить. Ну, это у меня возникали ситуации в каком виде, когда студент сделал плохо, не доложил что-то, не так выложил, он просит, чтобы ему разрешили выложить, я разрешаю, он докладывает и переоцениваем. Это не групповое. Уведомлять раньше мы уведомляли, но когда сыпется куча на почту уведомлений, не очень удобно. Так что мы не будем уведомлять ни преподавателей, ни студентов. оценка. Сейчас мы к оценке придем. Ограничение доступа. Тут опять же можно идентификатор задать. Выполнение опять же вот студент выполнения условий, скажем, студент должен представить ответ и студент должен получить оценку. Теги нет, компетенции нет. Но мы это не делаем потому, что на Туисе данные поля не используются, не поддерживаются. Если будет их поддержка, тогда можно будет их использовать. оценка. Тут максимальный балл, ну скажем 12 баллов или 10 баллов пусть будет за доклад. Тип балл оставим. Значит, категории нет у нас. Это опять же вот усложнение тоже не делаем. Если скрыть личность оценщика, то студент не будет видеть, кто ставил оценку. Ну, если у вас несколько преподавателей, пожалуйста, можете так делать. Смысла большого я не вижу. И вот мы делаем рубрику как метод оценивания. Сохранили. Вот наша группа, видимая группы, но из групп тут эта тонкость в данном случае не играет большой роли. И давайте опять редактирование. Пока мы не сохраним, у нас не выберется оценивание. Значит, рубрика работает следующим выбором. Мы там делаем некоторые оценки, потом все это нормируется на десяточку. то есть максимальная оценка десятка должна быть и в зависимости от этого устанавливается оценка для студента. проходной балл задать, если вы хотите, но вот это уже дополнительная тонкость. Итак, давайте вот у нас передовое оценивание и определить рубрику. Значит, в передовом оценивании можно на основе шаблона создать. И вот тут вот куча шаблонов, которые кто-то, например, я насоздавал, которые тоже можно использовать. Давайте мы зададим нуля. Определить рубрику. Название наш доклад критериальное оценивание доклада. И вот у нас критерия. Давайте мы используем. Итак, название критерия. Я все это сделаю в реальном времени. Вы, конечно, можете промотать, поставить скорость на 2 или просто промотать. Смотрите, вот тут по умолчанию задается трехуровневый 0,1,2. Мы опробовали несколько вариантов, несколько уровней задавали, и в результате остановились на том, что 3 уровня это более чем достаточно. 2 маловато, а вот 3 достаточно. и пытаемся все свои критерии на 3 уровня разбивать. 0,1,2 балла. Ну и вот видите, я щелкаю и просто вставляю значение критерия. теперь добавим критерии. Если добавить уровень, то тут еще 3 балла и так далее. Баллы тоже можно менять. Время доклада. Значит, в первом критерии мы дату выступления проверяем, что было выступление или оно было не вовремя выступление. Скажем, мы по лекциям делали выступление, вовремя делается, когда привязано к лекции и выступление. То есть, вот тут у нас общий как бы список докладов, а мы их можем сделать несколько и разбросать по лекциям. И вот именно доклад должен быть на нужной лекции. Ну, идея это один из вариантов перевернутого класса. Лекция, конференция. Мы уделяем половину времени лекции на обсуждение материала. Лектор напоминает, что было в домашнем задании, там видео, непростые задания. Делает упор на некоторые вещи. если видеть непонимание со стороны студентов. То есть, это то, что нельзя сделать без взаимодействия со студентами. Нужно видеть, понимают они или нет. А вторую часть, 40 минут, мы пускаем на выступление студентов. Ну, понятно, что по 10 минут 4 студента выступить могут. Если мы первую часть сделали быстрее, там они могут выступить. Преподаватель оглашает, кто выступает. Ну, наиболее интересные доклады, чтобы были с его точки зрения, чтобы не мямление, а вот именно подача информации, которая должна дать информацию не только тем, кто выступает, другим студентам, и 3 минуты на обсуждение. И так получается 10 минут. Соответственно, если те, кто у нас отклоняются, затягивают, получают меньше баллов. Ну, логично, что отклонения плохи не только в плюс, но и в минус. Скажем, за одну минуту положится это тоже. Не очень возможно. Выступление. Выступление, собственно, отсутствует. Ну, не выступил человек по какой-то причине. или настолько плохо, что можно сказать, что это не выступление, а так мям-линье. Презентация. Ну, вот тут презентация не только то, что он выступил с презентацией, а он должен выложить туда, на сайт. Оформление презентации мы тут не смотрим, в чем дело, на PowerPoint, Markdown, Lathex, не важно. Вот мы структуру презентации, как она воспринимается. смотрим. Далее содержание доклада. Это доклада реферата. Он выкладывает еще вот реферат доклада своего на сайт. И мы смотрим. То есть выкладываются два файла реферат доклада и презентация. Содержание доклада. Если он не выложил, ну, бывают такие люди выступили, а не выложили. доклад плохо сделан. Или вот даже это можем писать, что плохо сделанный доклад. И хорошо, если тема раскрыта полностью. И оформление доклада, реферата доклада. реферат доклада отсутствует. В виде подстрочника сделан. Там просто текст по презентациям и нормальный реферат. Все. можно рубрику сохранить сделать шаблоном, когда другие могут ей пользоваться. Я не буду это делать, потому что это дублирует то, что там есть, но в принципе это можно для других. Вот мы сохранили. теперь давайте посмотрим представление доклада щелкаем. И вот у нас видно состояние ответа каждого. Это рубрики, по которым оценивается. Тут у нас список всех ответов будет. А вот тут оценка, как я говорил, разбивается на два сегмента. Тут будет файл PDF отображаться, а вот тут наша табличка, где мы просто отметим оценки. Для просмотра нужных пользователей выберем фильтр требуют оценки. То есть только тех пользователей, которые выложили, но оценки не получили, чтобы не листать сразу по всем. И тут листаем пользователей. и таким образом ставим нужные оценки. Ну вот собственно и все к вопросу о критериальном представлении докладов.